Девушки отдыхают Неповторимую биографию В ней есть взлеты и падения Периоды упадка и развития Как Шитау, центр престоличной Акмолинской области Сегодня переживает период неуклонного, устойчивого развития Яркая иллюстрация этого может служить только один осенний день Когда в областном центре состоялось открытие сразу нескольких производственных объектов И предприятий социальной инфраструктуры Сама природа позаботилась о том, чтобы этот день был наполнен солнечным светом и радостью Осознанного бытия, которое отмечено очередным значимым событием И точкой отсчета стало открытие уникального объекта Символа высокой духовности народа – новой мечети Ее начали строить в 2010 году И лишь осенью 2015 года эта работа была окончена Открытие новой мечети в городе ждали с нетерпением Мы нетерпением ждем, когда сюда перейдем и будем здесь молиться Нам нравится очень даже Мы рады Сейчас молодежь, слава Богу, очень много сейчас молится Хорошо, мы ее радуемся, чтобы все было на получше, чтобы сдали Чтобы мы хотя бы, хоть первый день, я говорю, хоть мы попали Я говорю, остальные уже видно будет Бог даст, конечно Мечеть строили на народные деньги, которыми распоряжался специально созданный фонд Здание прекрасно не только внутри, но и снаружи Двор, прилегающее пространство отлично благоустроены Установлены фонари, скамейки, по периметру высажены сосны И разбиты великолепные цветники Все выглядит очень достойно Областные и городские власти оказали огромную помощь этому проекту Внесли посильную помощь все Но, поскольку учредительным фондом является Акимат области и городской Акимат То они оказывают как организационную помощь, так и все проблемные вопросы, которые необходимо решить Вопросы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации Все инженерные сети, в принципе, согласно проекту, городские власти помогли это все осуществить Открытие мечети состоялось накануне священного праздника Курбан-Альт На нем присутствовали несколько тысяч человек, жители и гости города С приветственным словом выступил Аким Акмолинской области Сергей Витальевич Кулагин Сегодня мы, канун священного мусульманского праздника Курбан-Альт Открываем величественную мечеть, олицетворяющую духовное богатство нашего народа Которое станет местом в поклонении добру и милосердию Где будут заключать призыв к миру и согласию Духовные ценности нашего народа, которые формировались на протяжении многих столетий Тех, кто связаны с принципами ислама Религия – это не только система верований Это образ жизни, правила взаимоотношений Свод моральных норм, система духовных принципов Которая различает плохое и хорошее, дозволенное и запретное После торжественной церемонии открытия гости впервые переступили порог мечети Которая носит теперь имя Науан Хазрет Великолепное убрадоство Нарядные люстры и светильники создают особую атмосферу торжественного покоя Здание построено по всем канонам ислама И вмещает до полутора тысяч человек Теплые полы, отопление, вода, свет – предусмотрено буквально все Спасибо вам, есть вам поклон Надо так продолжать и дальше Совместными усилиями мы все вопросы решаем В новой мечети есть молитвенный зал Со специальным отделением для женщин Комната для омовений Столовая на 360 мест Для проведения ритуальных обедов и религиозных праздников Благодарить президента, что мы живем в таком обществе прекрасном Что у нас мир и согласие Что мы можем себе позволить такую красивую мечеть построить Дай Бог ему здоровья Дай Бог В этот знаменательный день Аким области сердечно поздравил молодые пары, вступившие в брак Дай красивая пара, патентная и вторая Я хочу, чтобы вы сохранили верность друг другу в нашей жизни Я хочу, чтобы вы были настоящими патриотами нашей страны Я хочу, чтобы у вас дети были патриотами нашей страны Чтобы вы любили свою родину Чтобы вы ценили свой край Чтобы у вас было много детей Не обижайте родителей Помните всегда о них Много вам детей Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи и благополучия Я хочу вам вручить, чтобы я сказал Здесь тебе череды я и НЛФ А теперь телевизор Я хочу, чтобы вы сидите здесь подрели всю жизнь вместе Мечеть, носящая имя Науан Хазрет Стала не только выдающимся архитектурным памятником Кокшетал Но и духовным центром Объединяющим жителей всей области Акмолинская область В первую очередь аграрный регион Поэтому открытие учебно-производственного центра По сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники Агроинтертих Стало знаковым событием для всех аграрий Дорогая, современная техника у нас сегодня есть А где брать запасные части? Как обслуживать? Совместная казахстанско-канадская компания Которая нам представляет вот такие услуги И обучение наших ребят И обучение мастеров И продажа техники И ремонт, и техуходы То есть все здесь будет воедино сделано За плечами Сергея Кулагина Огромный опыт работы от директора совхоза До министра сельского хозяйства республики Поэтому его мнение отражает объективную реальность Наши климатические условия во многом совпадают с Канадой Отсюда и технологии, и техника на наших полях В центре есть все И образцы новой техники И посты по ремонту И сервисные автомобили с диагностическим комплексом Особая гордость учебные классы Ведь одно из направлений работы Центра обучения операторов Для работы на современной технике Ведь управлять ею сложнее, чем старыми тракторами и комбайнами У нас заключен меморандум и договор С государственным университетом имени Шуканова-Лиханова Планируем здесь обучать студентов дневного обучения На нашей базе будет открыта кафедра этого университета С преподавателем от этого университета Который будет этим студентам преподавать теорию Наш работник будет преподавать им практику Кластерный подход – основной принцип создания современного производства Мясоперерабатывающий комплекс Бижан в полной мере соответствует этому Все оборудование здесь импортное А сырье – местное из Северного Казахстана Общий объем инвестиций составил более 1 миллиарда тенге Во время официального открытия предприятия гости имели возможность пройтись по цехам Убойный цех, оснащенный современным оборудованием Обвалочный цех, работники которого ловко управляются специальными ножами Скутер, где изготавливается фарш Далее своими глазами можно было увидеть, как набивают и увязывают колбаски Чисто, красиво, элегантно работает новый комплекс А затем состоялась открытая дегустация На которой были представлены десятки образцов собственной продукции ТО Бижан Таким областей Сергей Кулагин сам из гуще народа Поэтому он прекрасно знает все запросы и чаяния и горожан, и сельчан В рамках государственного частного партнерства в Кахшетау был открыт медицинский центр «Авиценна» Это лечебно-профилактическое учреждение нового типа Это особенный объект, объект медицины И вот когда здесь создаются рабочие места Когда здесь обслуживается наше население Когда население получает великолепную первоклассную помощь Это очень здорово Работа в центре организована так, что любой желающий Может попасть на консультацию к высококлассным специалистам И взрослые, и дети могут рассчитывать на самый внимательный прием И квалифицированную медицинскую помощь Вы очень хорошо работаете, я наблюдаю Есть у нас информация, поэтому вам большое спасибо За внимание, за отношения Кабинеты и операционные оснащены новейшей аппаратурой Известных зарубежных фирм Германии, Японии, США Современные диагностические комплексы позволяют проводить полные исследования Не причиняя пациентам лишних неудобств А общая доброжелательная атмосфера позволяет людям Чувствовать себя здесь комфортно Очень все прекрасно Здание, все, врачи Здесь всегда были такие приветствовые, хорошие Для человека, что надо, который придет обследоваться Все здесь есть 22 врача, 24 медицинской сестры и младший обслуживающий персонал Делают все для пациентов Кроме дневного стационара В центре есть круглосуточный стационар на 24 места В двух местных палатах чисто, уютно, светло Пациенты довольны Избили мне давление Я себя чувствую прекрасно И вы знаете, во всем вот мне легче И ногам, и рукам, и голове, и все Обслуживание очень-очень мне нравится Очень Такие внимательные Обеды очень разнообразные Кормят очень хорошо В общем, я очень довольна Приблизить уровень жизни сельчан к городскому А областного центра к столичному сервису Вот перспектива, к которой стоит стремиться Приятным осенним сюрпризом для горожан Стало открытие нового оптового супермаркета «Смол» В Казахстане работает уже более 40 магазинов под знаком этого бренда 4 тысячи квадратных метров 15 тысяч номерного товара Собственное производство 280 человек Жители Кочетал у нас работают Просторный торговый зал Широкий ассортимент товаров Более 15 тысяч наименований Собственный кондитерский цех Умеренная ценовая политика Безусловно сделают его популярным У жителей Кочетал Компетентность, коммуникабельность Открытость, огромный опыт Способность принимать взвешенные решения И нести за них ответственность Фирменные черты Акима области Сергея Кулагина Он знает все до мелочей Поэтому для сопровождающих его местных Акимов Открытие «Смола» стало еще и маленьким экзаменом О положении дел с ценами на местах Наверное, наиболее значимым событием этого дня Помимо открытия мечети Стало посещение предприятий по хранению И переработки зерновых и масличных культур От Мала-Бедай Это крупный, современный комплекс Очень необходимый именно здесь В зерносеющем регионе Казахстана В его состав входят сушильные установки Мельница Производительностью до 200 тонн в сутки Лаборатория На месте предприятия было болото Поэтому затрачено немало сил и средств На подготовительные работы Проведена и реконструкция железнодорожных путей Которые удлинили на 140 метров На открытии Акмала-Бедай Присутствовал весь актив области Предприятие, которое может Поставлять продукцию За пределы нашей страны И в дальние зарубежи И так происходит сейчас Вот это и есть конкурентоспособное предприятие Нас просит сюда глава государства Настаивает, чтобы мы продукцию Не продавали просто сырье А продавали уже ту продукцию Которая уже имеет добавленную стоимость Довольно солидную И у нас нет проблем Поставки за рубеж Именно растеневоческой продукции Это касается зерна Это касается муки Это касается масличной культуры Льна, рапса Никто не скажет, что они кондиционные Или экологически нечистые продукции Сергей Кулагин Ермек Маржикпаев И руководитель предприятия Абдул-Харил-Наджибула Торжественно нажимает кнопку «Пуск» И мельничный комплекс Включается в работу Пшеница, лён, рапс, ячмень Семя подсолнечника нового урожая Пойдут сюда На переработку и хранение Общение с людьми Многих из которых Сергей Витальевич знает и помнит По многолетнему опыту работы Обязательный компонент общего стиля Работы областного Акима В сочетании с жёстким прагматизмом Профессионала он приносит Реальные результаты Открытие нового бизнес-центра Стало ещё одним фрагментом Насыщенного событиями дня И символом объединения Всего предпринимательского корпуса Под одной крышей А впереди не отдых А разбор полётов и определение Новых задач На расширенном заседании Областного Акимата Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин